Мир вам, святые! Я уже разговариваю хорошо, болезнь уже отступила. Я не знаю, наверное, многие из вас принесли это гриппозное состояние. Оно весна, кажется, ну, тепло на улице, солнышко пригревает, что-то делаешь, и как бы разденешься раз, а потом просквозит, ну и уже Господи исцели. Ну, я, конечно, верю в молитву Церкви и верю в молитвы, которыми мы живем. И перед нашей молитвой я хочу прочитать некоторые места Священного Писания, и мы помолимся и прославим нашего Небесного Отца. Я буду читать филиппийцам 4 глава с 4 и по 9 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Я почему обратился к этому месту Священного Писания? По одной причине, что тот плод Духа, который мы все с вами обязаны принести пред нашим Господом, чтобы Господь вкусил нас, и поистине мы были приятны Ему, то это не то, что мы говорили о любви месяц, потом только о кротости. Я знаю, что когда мы говорим, это один плод, и мы с вами переносим испытания. Вот говорили о кротости, ну и сразу возникают такие трудности в жизни, обстоятельства складываются. И чтобы ты проявил на самом деле кротость, как ты сможешь это сделать, как вот та теория, которую мы проходим, на практике мы ее сможем принести. И, конечно же, я помню эту проповедь, когда Павел проповедовал, что кроткий – это короткий человек, который обрезал себя, который на самом деле не кто-то его обрезал, сказал, слушай, поставил на место, а он сам себя обрезал. То есть он видит свои недостатки и старается себя в этом обрезать. И это обрезано. И, конечно же, мы помним, что должен у человека быть обрезан язык прежде всего, обрезано сердце и обрезано ухо, чтобы человек мог поистине быть на самом деле учеником Иисуса Христа. И вот именно когда человек себя начинает корректировать, то тогда в этом он и становится в кротости, тогда Бог его слышит. И он тогда, может, написано, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания. Я много работал, этот был месяц очень трудный. Я много перевез пасек, у меня большая, где-то две с половиной тысячи, и надо было собрать всех пчел, они расставлены были в Калифорнии, по многим садам, и надо было их собрать все в кучу, загрузить траки и перевезти на Вашингтон, перевезти на Блубари в Орегон, перевезти. То есть это было, знаете, как пчелы летают днем, а ночью они все собираются. И чтобы, значит, днем грузить не будешь, их там надо ждать. Значит, вечером показывали. Ну и, естественно, по садам, сады, знаете, прохлада, ночные сады, холодные. Ну и, конечно же, просквозило. И вот мы много работы перезделали. И когда сделали ее все, и тут в конце, тут раз тоже остановили трачок у нас один, ну и проблемы там, там регистрация не была правильная, ну еще трачка забрали. Ну и приехал домой, так, знаете, вот надо кротость проявлять. А так внутри все, думаю, ну столько мы доброго сделали. Почему такой конец вроде бы тяжелый? Ну, я, с другой стороны, я посмотрел, сердце проверяю, сердце все нормально, мир с Богом. Тогда написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. Я сказал, Господь, я буду молиться, чтобы ты выйдешь навстречу. И Бог чудным образом вышел навстречу, когда мы к Нему приходим именно с кротостью и с верой. И Он ответил на все нужды и воздал во столько, то есть все обстоятельства решились, и еще с большой великой прибылью. Я не буду о ней говорить, но она хорошая. Ну, я о другом хочу вам сегодня поделиться. Написано, наконец, братья, 8 стих, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добротетель и похвала, о том помышляйте. Я понял, что прежде всего Бог обрезывает наши мысли, то есть наше обрезанное мышление, то есть это кроткое мышление, именно мы должны помышлять прежде всего, хранить свои мысли. Через мысли дьявол достигает нас. Если сердце наше, то есть наше мышление будет обрезано, то написано, что только истина. Тут можно говорить каждую проповедь на каждый аспект, который... Ну, я хочу сегодня об истине немножко затронуть, один вот этот аспект. Истина. Мы должны помышлять, что только истина. Христос сказал о себе, Иисус сказал, это записано Иоанна 14,6. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Христос о себе сказал, Он есть истина. То есть нам надо помышлять, что есть истина. Другими словами, мы должны всегда, во всякое время, на всяком месте помнить, что сделал для тебя Христос. Он реальный для тебя? Или просто ты слышишь о Нем? Или ты просто слушаешь в собрании о Нем? Или ты просто считаешь себя христианином? Реальный для тебя Христос есть истина? Родился Он в твоем сердце. Живешь ли ты с Ним? Ты с Ним общаешься? Ты с Ним советую? Он для тебя истина есть Христос, который умер за тебя, который воскрес, который вновь грядет. Ты приходишь. Я когда к молитве, я говорю, Христос, я реально ощущаю, Ты есть моя истина, Ты со мной. И я приходил, поэтому Он отвечает на молитвы. Это не просто мы говорим о Нем, просто о том, что Он сделал, об истории. Он сегодня хочет реально иметь общение с каждым человеком. Он есть истина. Если ты об этом будешь помышлять, то и так же Он будет жить в твоем сердце. Христос даже в другое место написано, сам Христос сказал, Иоанна записана, 8 глава, 31 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Оказывается, через общение с Иисусом Он нас сделает свободным. От чего свободным? Прежде всего от грязного мышления, прежде всего от этого стихии мира, прежде всего от того, что угнетает человека, порабощает, делает его нервным, делает его слабым, делает его нездоровым. От этого освободит. Потому что помышление о Христе, о том, что Он для тебя сделал, освобождает наше мышление. Христос говорит, познайте истину, познайте Меня, и Я сделаю вас свободными. И написано дальше, в 17 стих написано, «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». Оказывается, то, что не просто мы вот, ой, что Христос, оказывается, все Слово, которое оставлено здесь, это и есть истина. И через познание, что мы делаем каждую, каждый раз слушаем об этом Слове, размышляем, разбираем его, приходим по субботам, читаем, просто читаем Слово. Хочется, оно остается в нас. То есть, наше свободное мышление, наш разум, оно запоминает. Я когда учил, помню, английский язык, мне было очень просто, я понял, как его учить. Почему? Потому что я знал, что вот как компьютер, у него есть две памяти. Первая память, которая вот реально приходит, а вторая память, которая у него сзади, как библиотека, лайбери складывается. И когда ты должен ему только дать Слово, и он найдет, вытащит с той памяти и выдаст тебе. Вот так же и английский язык. Я не собирал, не зазубривал слова, не собирался это. Я просто командовал. Вот ехал, накручивал кассету себе, слушал какой-то урок и говорил что-то важное. Запомни, я себе командовал, тебе это нужно. И все. И я это командую, и мой мозг, я знал, что он так построен, он запоминает то, что все, что мы видим, все, что мы слышим, оно откладывается под сознанием, мы запоминаем. И теперь мне нужна только ситуация, то слово, чтобы выдало мне это знание об этой информации. Вот и все. И при случае, когда я с кем-то встречался, я начинал говорить, и оно как бы автоматом вспоминало те слова, которые я наигрывал когда-то на кассетах. И оно, вот так оно очень легко можно выучить любой язык, не только английский. Поэтому также здесь, если мы Слово Божие будем вкладывать, запасаться им, то в нужный момент, в трудную ситуацию, Дух Святой, который в нас, Он напомнит, написано, Он напомнит, научит, наставит, и будущее, Он от моего возьмет и до Слово. Он не сможет взять, потому что все в Слове Своем. Если мы не наполним себя этим Словом, мы не можем восстановить то, что у нас есть. Он говорит, познайте истину. Слово Мое есть истина. Освяти их истину. Это Слово будет нас освящать. И дальше здесь написано, в 20 стих, это, я читаю, Евреям 13, глава, с 13, Евреям с 13 по 18 стихи. 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Освяти их, я извиняюсь, 17 стих. Освяти их истину Твоей, Слово Твое и истина. Как Ты послал Меня в мир, так Я послал их в мир. И за них Я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. То есть мы освящаемся истинною. И 20 стих. Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Иоанна 17, глава 17, 20 стих. Значит, оказывается, после того, как мы будем понимать и истина будет жить в нас, то мы и будем евангелизировать. Потому что тут написано, не о них только Христос молился о своих учениках, но и о верующих в Меня по слову их. Слова наши будет истина, через наши слова будут люди спасаться, через наши исповедания, через наши благословения будут люди приходить ко Христу. Мы будем тогда письмом Христовым, всеми узнаваемыми. Потому что по нашим словам, если мы наполнены будем истинною Божию, наполнены Его словом, и Христос говорит не о них только о своих учениках, но и о верующих, то есть которые уверуют от этих учеников. То есть не только о нас, а о тех людях, которые через нас придут ко Христу. И с этими словами я хочу, чтобы истина Божия влилась в сердца наши, чтобы мы жили поистине, поступали поистине, ибо Слово Его есть истина, Иисус Христос есть истина, и Дух Святой есть истина. Встанем, будем молиться. Аминь.